Вот она, реакция на двенадцатую серию, на последний эпизод. Как долго всё это происходило, Войны Клонов, с ума сойти. Я первый раз смотрел это, я раньше только фильмы смотрел. Но так как у меня марафон сейчас был типа декабрьский, но он уже перетечёт, видимо, на январь. Потому что я посмотрел первый эпизод, второй, вот Войны Клонов, сейчас третий и так далее. Там дальше пойдём повстанцев смотреть, всякие спин-оффы и так далее, и тому подобное. Войны Клонов очень крутой мультсериал. Поначалу мне не нравилась анимация здесь, эти лица какие-то, прям такие острые очертания. Но потом постепенно начал привыкать. Очень забавный, где-то очень крутые бои, музыка. Какие-то интересные повороты, истории, всё, что я не знал. Я вот посмотрел и был приятно удивлён. Жаль то, что я посмотрел этот сериал, можно сказать, после того, как посмотрел второй сезон Мандалорса. Так получалось то, что я смотрю серию Мандалорса, там что-то непонятное. Я смотрю мультсериал и такой, а, вот же. Вот такие дела. Ну, какие-то моменты, в общем, особенно с Бо-Катан и с этим мечом и так далее. Круто, круто то, что здесь есть ответы всякие разные. И, ну, супер, седьмой сезон вообще. Очень классно. Давайте заценим, что нас ждёт в двенадцатой серии. Самая мощная серия, как пишут мне в комментариях. Звёздные войны. Войны клонов. Встретится ли Асока с Энкеном? Часть четвёртая. Так, так. А он только приказал все эти уничтожившие капсулы. Попробуем найти шаттл. Вот прям не использует, не хочет использовать это оружие. Так. Это зашли. Вау. Вышел устроить. Вот это мощь, прям. Нужно срочно уходить. Спокойно гуляет у тебя. Нам туда. Упс. Их слишком много. Да и я... Не жила и не зла. Ну и смеет. Если ты ещё не поняла. Им наплевать. Да, они готовы умереть. Но важно то, что я не стану их убивать. Могу я на вас положиться? Конечно. Супердружище. Погоди, здесь Тана и Командор. Вам известен приказ. Исполните его. Или исполню я. Нашим приказом было казнить джедаев за измену республике. Сложность в том, что Асока Тана ушла из ордена. Так, то дэм. Сэр. Вы сами сказали, что согласно особому приказу Дарта Сидиуса, мы должны уничтожить Асоку Тана. Готов? Да, звание мне всё равно не нравилось. Батальон Токс? Цельс? Давай. Круто. Что произошло? Рекс, корабль! Ну вместе не могут же свалить, а? Сама желала Хаоса. Он тебя освободил, блин. Они близко. Окружите их! Всех не сдержать. Их слишком много. Отпускай. Мы всё падаем, падаем, падаем. Красиво. Нде. Не фартануло. Огонь! Возьмем сейчас назад. Второй же он не углок положил. Аааа, щет. Ах. Тормознул бы я Как флипилось бы Тормознул бы я Тормознул бы я Тормознул бы я Тормознул бы я Твой подарок выбросил он Тормознул бы я Ну вот и все, закончилась история с клонами. Классно, классно, что Рексу все-таки помогли, и он помог Асоке. Не без участия дроидов, конечно, классных. Мол, конечно, вообще супер мощь, расхерачил весь корабль, ему надо было просто отвлечь как-нибудь. Но ситх есть ситх, конечно, даже не помог Асоке и так далее. Но она сама, конечно, они бы могли, в принципе, объединиться там как-то, выбраться, что-то сделать. Хотя нет, вряд ли бы они смогли контактить друг с другом. Но было бы прикольно это посмотреть. Так, я думаю все-таки, что это про планеты Ход. Было бы прикольно, конечно, если это так. Классно то, что Асока все-таки отказывается убивать, так как она с ними сражалась, и вообще они, по сути, невинны. Просто у них там этот чип и так далее. Слеза Рекса, конечно, тоже была очень забавной, очень мило, трогательно. Классный замут с тем, что она реально не в Ордене так-то, и можно не убивать ее, но, по-моему, вообще просто, типа, если джедай, то все, ты убиваешься. Юн Лингов же тоже убивали. А, ну там Энакин убил. Ну да, ну вы поняли, короче. Я думал, типа, джедай, но тут что-то они говорили, то, что, ну, Рекс, то, что она предала, как бы, и так далее, Республику. Ну, за прошлые, наверное, косяки. Вот. Очень жаль клонов. Классная сцена, конечно, с захоронением. Такие муацы вообще похоронили. Ну, а остальные-то куда делись? Там еще, в принципе, полно этих клонов. Куда они потом, интересно, делись? Ну, то есть, я имею в виду, вот, все. Сейчас я посмотрю, конечно, третий эпизод. И, кстати, не сразу спалил этот корабль Дарта Вейдера. И капец, все-таки, ну, реально, третий эпизод, он расхерачен. Вот тут уже он... Он здесь уже, Дарт Вейдер, там он только стал в конце эпизода. Ну, и вот там, спустя какое-то время, он сюда заехал. Ну, тут не так много снега, в принципе, навалило еще. Поэтому там, ну, немного времени прошло. Но классно, появление Дарта Вейдера, это, конечно, сюрприз. Я думал, здесь еще будет Энакин. Взяла подарок, выбросила. Причем один, похоже. Один себя оставил на память, один выбросила. Кто там летал? Птичка какая-то, да? А, это может сова? Хотя нет, вряд ли. Непонятно. Какая-то птица. Ну, встретиться она с ним в пост-танцах. Это я в курсе насчет этого. А так, ну, в общем и целом, эпизод, конечно, неплох, но я ожидал что-то прям очень мощное. Вот, блин, эти комментарии, конечно, они... Ну, обламывают все-таки. Типа, вот следующий там будет супер, бля-ля-ля. У тебя ожидания все растут, растут, растут. И вот в итоге, ну, по сути, она просто классная такая хорошая серия с крутой концовкой, но не прям вот вообще эпичная шик и так далее. Это, ну, это моя вина. Простите, моя вина. Мои ожидания, мои проблемы. Вот. Все, по сути, я сказал по поводу Войны Клонов, по поводу серии, по поводу сезона. Все очень круто. Очень классно. С создателем вообще респект, благодарность за это великолепное время вместе с клонами. Дальше уж нам примерно известно, что происходило. На этом все. Спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел эти реакции. Вас было немного, но мне было несложно, вам приятно. Собственно, так я и начинал, по-моему, делать реакции на Войны Клонов. Все. Дальше уже я посмотрю все сам. Третий эпизод, спин-оффы, повстанцев, сопротивление даже посмотрю и так далее. Короче, все абсолютно. Я не знаю, это у меня на целую зиму, наверное. Нет проблем, что смотреть Звездные войны. Все. Спасибо еще раз. Всем пока. До скорой встречи. Check it out. Продолжение следует...